алгоритмов, алгоритмы, библиотеки, алгоритмы, собственно алгоритмы, библиотеки, алгоритмы. Естественно, что в стандартной библиотеке реализованы не все алгоритмы, а только некоторые стандартные алгоритмы, и естественно, что они будут работать только с определенными структурами данных, только с теми, которые реализованы в контейнерах. Доступ к контейнерам происходит через итераторы, поэтому эти алгоритмы, несмотря на то, что работают с контейнерами, они требования предъявляют к итератору. То есть, тот или иной алгоритм, можно ли применять алгоритм, зависит от итератора. А уже то, какой этот итератор, зависит от контейнера, в свою очередь. То есть, есть итераторы однонаправленные, двунаправленные, есть итераторы произвольного доступа, при этом каждый из этих итераторов может быть константным, и есть навеска такая, это константность итератора, это обвеска к нему, и есть триверс итератор, это тоже обвеска возможная над обычным итератором. Значит, дальше. Теперь, какие конкретно алгоритмы там есть? Их довольно много, я сейчас попробую, ну, как-то вот, как-то классифицировать. Значит, первое, немодифицирующие. И да, и я сделаю выборку, я не все сейчас буду, я не буду пытаться переписать все, просто в принципе разберемся. Значит, есть немодифицирующие контейнеры. Немодифицирующие контейнеры. Давайте их под циферкой 1. Это, во-первых, алгоритмы проверки. То есть, когда проверяется некоторое условие над всеми элементами диапазона. All of. Все из. All of. А теперь смотрите. А, ну, в принципе, давайте так. Сейчас, поскольку там будет рядочек, я, наверное, вначале озвучу их название, а потом уже all of, none of. Соответственно, проверка того, что ни один из, того, что ни один из контейнера не удовлетворяет условия. Есть any, of, то есть, хотя бы один, да, хотя бы некоторые. То есть, если есть хотя бы один элемент, который, контейнера, который отвечает условию, то считается выполнен условие, да? Вот. Что еще? Что еще есть? Это посчитать count, count, count if. Ну, на самом деле, count, он немножко будет другого вида, а вот этот будет похож на t, потому что там есть тоже условие. Ну, давайте я приведу какой-нибудь из вот этих вот с его параметром. Итак, какие у них параметры? Значит, у них параметры следующие. Первое. Это итератор на начало куска контейнера. То есть, каждый из этих алгоритмов, он не обязательно действует на весь контейнер. То есть, достаточно указать от ких и до ких. То есть, вот у меня итератор, вот итератор. То есть, он не будет вникать в окружающее пространство. Причем, логика какая? Вот итератор А, итератор Б. То есть, итератор А включается, итератор Б не включается. То есть, примерно как для begin-end устроено. Что еще? Итератор на конец, но он реально обработан, не будет попытки его разоминав. Понятно? То есть, я здесь буду считать, что как раз у меня begin и end вставляют. Итак, здесь пишется итератор на начало обрабатываемой части контейнера. А точка begin. Дальше пишется итератор на... Итератор на конец. А точка end. А дальше, самое смешное. Дело в том, что вот здесь вот требуется написать функцию, точнее, указатель на функцию, которая и будет проверять условия. Ну, давайте я назову ее comp. Точнее, она не столько compare, а сейчас, секундочку. Conditioner. Cond. Cond. Вот эта штуковина должна быть именем функции, которая принимает два экземпляра хранимых типов. То есть, у меня есть в этом контейнере какой-то хранимый тип основной. Ну, допустим, это список. Я у этого списка могу проверить any of и дальше a begin, a end. А дальше мне нужно, соответственно, дать ему имя. Ну, в смысле, указатель на функцию. Ну, и имя функции – это указатель на функцию. Без скобок, да, если вы. Вот, соответственно, имя функции, которая принимает один единственный параметр, объект, и выдает true или false булевского типа. Да, в зависимости от того, что удовлетворяет он или нет. Понятно? То есть, сам алгоритм, на самом деле, примитивный. Вот этот примитивный, этот намок примитивный. То есть, ну, но тем не менее, поскольку это можно записать в одной строчке, и оно будет красиво читаться. If, там, none of. Ну, дальше вот это не очень красиво. Да, я забыл скобочки написать. Не очень красивая конструкция, но все-таки. Самая большая проблема использования этих алгоритмов, вот, скажу вам, это то, что для вот этих вот вещей приходится писать отдельную функцию. А значит, она должна где-то рядышком валяться. И она мешает, эта лишняя функция. Она как бы не нужна. Она как бы отдельно не нужна. Что такое? Ну, давайте чуть позже. Я посмотрю, как правильно их получше написать. Вот. Есть безымянные функции. Вот. Лямбда-функции. Сейчас они появились в новом стандарте. Ну, я примерчик покажу. Ну, если хотите, сразу могу показать. Вот как сделать так, чтобы сюда не писать имя, функции. Потому что это, вроде бы, одноразовая достаточно вещь. То есть, вот прям тут хотелось бы и написать, в чем состоит, собственно, проверка утверждения над этим видео. Ну, давайте пока не будем. Пока не будем. Так, давайте дальше. Дальше. Значит, это ForEach, один из любимейших алгоритмов. ForEach. Для каждого. В данном случае Я прям пропишу еще раз. Ну, понятно. То есть, я вначале указываю от ких до ких форм откуда-докуда. Да? То есть, я два итератора даю. Я мог их заранее добыть, эти два итератора. А дальше я указываю, опять же, некоторую функцию, которая, то есть, указатель на функцию, которая будет этот объект, который, собственно, там будет достан, как-то использовать. То есть, будет функция, которая один объект получает. Соответственно, ну, какая-то функция, да? Do something. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это не модифицирующий. Потому что, во-первых, а, он не модифицирует контейнер. А, во-вторых, for each можно запускать для таких контейнеров, у которых значение элемента определяет положение в контейнере. Например, двоичное дерево поиска. Вот у нас есть set, который внутри устроен как двоичное дерево поиска. Если вы помните двоичное дерево поиска, то там элемент в зависимости от своего значения либо в левое, либо в правое под дерево отправляется. То есть, меньше значения в корне, то в левое под дерево, больше значения в корне, в правое под дерево, да? Ну и, соответственно, set, он всегда упорядочен по возрастанию, если его рекуррентно обходить. Ну, или обходить при помощи стандартного итеранта. Да? Если я буду set, плюсовый, std set, пробегать при помощи там a, это set, да, чего-нибудь int, например, то, соответственно, a begin, a end, он их выведет строго по возрастанию. Потому что двоичное дерево поиска рекуррентно будет отбегаться левое под дерево, корень правое под дерево. Вот. Так вот, for each может быть использован и для set, в частности. Но если бы он модифицировал, то что? Мы бы разрушали структуру прям по ходу дела. Поэтому for each не модифицирующий. То есть, его можно использовать для распечаток, чего угодно. Но не надо модифицировать при помощи него. Так, сейчас, одну секундочку. Причем есть такая фишка, что можно для for each в качестве действующей штуковины засовывать не функцию, а функтор. Это важный момент. Что такое функтор? Это объект, у которого перегружена операция круглые скобочки. Такой оператор. Я могу создать такой класс. Давайте я покажу пример. Ну, например, struct my class. И внутри этого класса я опишу оператор круглые скобки. Войн, он ничего не будет возвращать. Ну, вот, кстати, doSangling, вот эта же функция, она ничего не обязана возвращать. То есть, это функция, которая что-то делает. Функция. Функция. Что-то делающее с одним хранимым объектом. Да, но, как я говорю, может быть и не функция, а вот такой вот функтор. Войн оператор круглые скобки. То есть, вот эти круглые скобки – это оператор. А уже потом следуют, собственно, сами круглые скобки, которые содержат параметры. Соответственно, у меня, я перегружаю вызов вот этого объекта типа my class, которому передано целое число. Например, int x. И буду с этим x что-нибудь делать, ну, например, выводить его на экран. для того, чтобы воспользоваться функтором, да, это я создал тип классов, вот таких, да, мне нужно создать конкретный объект, да, это у нас fun object. И вот такой fun object я могу использовать для функции for each. Ну, такая же, то есть, смысл в том, что его должно быть можно вызвать с круглыми скобками. Понятно? То есть, этот объект или является просто функцией, или функциональным объектом. Поняли, что такое функциональный объект? А что будет, если мы конструктор напишем сейчас в этом классе? Ну, тогда не получится этот, вот так вот fun object создать, если конструктор будет не поумолчать. А так, пожалуйста, можно. То есть, я могу, вот давайте, сотрем, сделаем, ну, давайте, сейчас я не буду делать класса, пускай это будет стракт, да? Ну, вот, давайте я явным образом создам. Что я могу сделать? Я беру и создаю конкретно объект типа myClass, myClass a, да, так вот, я могу этот a вызывать, передавая ему число. Понятно? То есть, это специальный объект, который можно с круглыми скобками вызывать. Чем он лучше обычной функции? Дело в том, что можно, да, действительно, можно в конструкторе его настроить, настройки пихнуть ему в качестве параметров. Он может накапливать в себе элементы. То есть, вот этот forEach, например, он может сделать любую из вот этих вот действий, если сделать его, вот, если вот подсунуть туда функтор, который сам в себе, в свой логический булл, который у него инкапсулирован, он там собирает информацию все или не все, да, и каждый из них домножает и у себя сохраняет. То есть, вот этот вот алгоритм, он не модифицирует контейнер, но почему бы ему не модифицировать этот функтор? То есть, атрибут функтора, в котором может накапливаться, или перемножение всех. Итератор можно разоминовать и добыть, собственно, объект. То есть, итераторы нужны для того, чтобы алгоритм мог шагать по контейнеру, не вдумываясь, как он это делает. А функция должна принимать именно итератор? Нет, функция принимает объект. Функция не должна знать про то, в каком именно контейнере этот объект хранится. Это как раз не важно. То есть, здесь происходит разделение обязанностей. Контейнер вместе со своим итератором, итератор, он к нему привязан, да, контейнер вместе со своим итератором знает о структуре хранения, но ничего не знает о хранимом типе. Ну, или некий минимум, да, например, там, бинарное дерево поиска, сет, оно требует, оно же красно-черное, метод балансировки, да, оно требует только оператора сравнения, чтобы можно было сравнивать больше-меньше, да, чтобы можно было, в принципе, по дереву разбрасывать. Понятно? Больше-меньше равны. А этот алгоритм, не вникая глубоко в то, как именно это хранится, пользуется, способственно, интерфейсом итератора плюс-плюс разнаменовать для того, чтобы пробежаться по ним последовательно, ну, там, в реале, там, по сути, форм для итератора, трататам, да, меньше, ну, точнее, неравного а точка, ну, точнее, тому, который вторым дадут, разыменовать его и вызвать вот эту штуку. Да, кстати, я не сказал. Все эти алгоритмы являются шаблонными функциями. Все они являются шаблонными функциями. То есть, они будут инстанцироваться по мере необходимости и с любыми типами. То есть, если удалось инстанцировать, то есть, если вот эта штуковина, которая вот сюда вставлена, похожа на итератор, даже если он не стандартный, он не должен быть предком какого-то итератора, нет таких требований. Но если он выполняет все требования, все методы, которые требуются от итератора, будут определены, то он будет считать его итератором. То есть, в каком-то смысле шаблонные функции, они напоминают этот принцип питона утиной типизации. То есть, он не совсем так. То есть, он будет в ряде, инстанцировав, он все проверит и поаккуратненько на этапе компиляции. Но, тем не менее, шаблон, он примет это за итератор, если он благополучно позволяет делать плюс-плюс, пока будет шагать, пока этот не равен вот этому. А это он будет вызывать как функцию, передавая в качестве параметра разоминованный очередной итератор. Понятно? То есть, по сути, для каждого объекта, этот объект будет вызываться функция соответствующая. Или же, если это завернуто вместо функции вот в такой вот объект, то вот этот вот объект можно передать. Понятно? Так, ладно, 4H есть еще парочка немодифицирующих. Это find. Найти значение в диапазоне. find, он, соответственно, требует... Ну, давайте я как-то буду называть эти параметры, да, чтобы покороче писать. Begin, end, BE. Начальные и конечные итераторы, да, диапазона. Ну, или, ладно, begin. Которые у меня, соответственно, равны для какого-то конкретного контейнера, чему-то. Вот. И что он делает? Требуется здесь функция компарата. Соответственно, функция компарата требуется. А, стоп, нет, не требуется, я вру. В этом случае как раз функция не нужна, достаточно просто значение value. То есть он нам найдет, либо это значение присутствует, либо не присутствует. Что он вернет? Вот этот find, он возвращает значение. То есть все, вот эти вот, вот эти вот, возвращали bool. То есть они, в принципе, возвращали bool. Правда или ложь? Count и count-int возвращали int. Они считали. Count он тупо считал от a begin до an, сколько шло. Ну, то есть я могу для любого листа сказать count a.begin, a.in и знаю, сколько элементов в листе. Он, естественно, для этого пробежится с начала до конца. For each, он ничего не возвращает. Он тупо делает то, что сказали. Find возвращает итератор. Find возвращает итератор. Это алгоритм, который находит значение в контейнере, последовательно пробегая, вот он нашел его, и возвращает, где он в контейнере. Тем методам, да, который удобен для дальнейшего использования. То есть мы можем найти требуемое значение, получить итератор, найти какое-нибудь второе значение, получить итератор, и, используя два этих значения, ну, там, запустить тот же самый bool.off между двух этих значений, там, да, и так далее. Ясно? Если не нашел. А, если не нашел. Это хороший вопрос. Если не нашел, если вы, или нет в диапазоне, то он возвращает, собственно, вот этот вот самый, то возвращает, и он будет. Дело в том, что он же ищет его в открытом диапазоне, да? То есть если он перешагнул, да, он смотрит, ну все, вот это вот итератор. Этот итератор будет вот этим самым end, то есть не подлежащим разуминованию, если это был действительно a.end. Но если вы брали диапазон какой-то поуже, то будьте аккуратны, надо прям проверить, не равен ли он вот этому крайнему итератору, потому что, а вдруг вы разуминуете, а там, конечно, не элемент, а соседний, это следующее значение. Ясно? Вот так, ну что, значит, это еще не модифицирующие будем или нет, сейчас скажу. Есть еще equal на сравнение двух подпоследовательностей, то есть буквально берем один диапазон, другой диапазон и сравниваем, равны ли они, то есть вот двумя итераторами как бы бежим. Да, естественно, что этот equal требует трех итераторов. Почему трех? Потому что, естественно, диапазоны должны быть одинаковые длины. То есть он принимает первый итератор первого контейнера, второй итератор первого контейнера, то есть начало-конец, и начало для второго контейнера. То есть, соответственно, он будет бежать по первому до тех пор, пока не встретит конец, а по второму, ну просто синхронно. То есть, ну, фактически не требуется сразу третий, поэтому алгоритм требует... Понятная логика? Если как только он обнаружит неравные элементы, он прекращает работу. То есть он не будет добегать до конца, он экономит. Добежал, вдруг какие-то элементы не равны друг другу у контейнера, он выкидывает. А если второй контейнер меньше первого? А? Если второй контейнер меньше первого. Сейчас скажу. По идее, должно быть исключение. Естественно, что должна быть. Сейчас, секундочку. Возвращает, кстати, булл. Да, возвращает булл просто. Сейчас, секундочку. Ну, я думаю, что да, поскольку у него... Он бросает исключение только если какой-то из операторов сравнений элементов бросает исключение. Или само итерирование бросает исключение. А инвалидные параметры означают undefined behavior. То есть если у вас невозможно дошагать до второго итератора от первого, в принципе, да, и они там разным контейнерам принадлежат, они указывают вот так. То есть вы от этого шагаете вперед и дошагать до этого нельзя. То это неопределенное победение. То есть вы сами должны гарантировать, что можно от начала добежать и к концу. Так. Есть еще куча всяких файндов. Есть еще куча всяких файндов, но мы их не будем трогать. Посмотрите, как find first of, find last of. Все фигня, да? Значит, еще раз equal. Булл возвращает equal. для двух... Давайте, итератор 1, да, begin. Итератор 1, begin. Итератор 1, end. Так, и итератор 2, begin. Начало на второй кусок или на второй контейнер. Вот. Так, ладно. С немодифицирующими закончим. Еще есть search для подпоследовательности с поисками. А, модифицирующие. Давайте модифицирующие. Итак, поехали. Копи. В этом семействе есть также копи, давайте я сейчас оставлю под параметры. Также здесь есть копи if, то есть копирование элементов в другой контейнер из контейнера текущего при условии, что элемент подпадает под условие. Помните генераторы списков в питоне? И там можно было for tram int, это там if. И дальше условие. Вот очень напоминает, но в данном случае нет никакого ограничения на контейнер. Ну, результатом должно быть что, что мы выдаем ему итератор, куда, собственно, накласть. так, сейчас, секундочку, копи, копи n. То есть, когда мы копируем, он считает при этом количество. А он имеет 4. А? Он имеет 4. Ну, если я не дам итератор на, например, на список длиной 1, из которых на список длиной 10, он имеет увеличение. это должно зависеть от контейнера, поэтому он не должен этого уметь. Сейчас скажу. Компирует диапазоны в диапазон, начинающийся с резалта. То есть, у него есть первый, последний и куда? Output и трат. у него есть итератор 1 begin, итератор 1 end, и output итератор. При этом, кстати, структуры данных не обязательно должны быть одинаковыми. То есть, этот копий он может копировать из списка в вектор, из вектора в список, из множества и так далее. То есть, это не требуется совпадение. Но вот, а, стоп, в список, в список нельзя. Нет, в список можно, в множество нельзя. В множество нельзя, потому что просто так туда изменять элемент нельзя. Так, теперь, теперь, возвращает он output итератор. Почему он возвращает output итератор? Резалт указывает на элемент в диапазоне. А, и еще, диапазоны не должны overlap, они должны вот так вот накладываться. То есть, если в случае equal, там эти диапазоны могут накладываться, он сравнивает себе и сравнивает. Но ничего страшного, если он пробежится еще раз по этому куску, если вы этого и хотели сравнить, вот этот и вот этот, вполне можно. А здесь обязательно должны, вот этот диапазон должен не пересекаться с вот этим. То есть, не должно быть на один контейнер. Так. Ну вот, все про него, должны быть элементы, то есть, он не может расширять контейнер. Давайте перерыв. Перерыв, я вам расскажу про мэп. В общем, модифицирующих больше. Их больше. Значит, есть еще Copy Backward, Move, правда, Move это плюсовый, вот, и я так подозреваю, что он подразумевает возможность удаления. Вот, это плюсовый, это 2011 уже стандарт, то есть, это новиночка. Move есть, Replace, Replace, есть, Fill, замечательный, Fill, и Fill N. Это заполнитель. Ну, то есть, если мне нужно взять список и заполнить его каким-то одним элементом, то я этот элемент могу разложить туда при помощи алгоритма Fill. Среди вот этих вот модифицирующих алгоритмов, а, да, еще есть Rotate, Rotate, повернуть. Да, я вам рассказывал этот алгоритм, в принципе, для списков в том первом семестре того года, это когда мы берем элемент и закладываем его в конец, а эти все сдвигаются. Помните? Вот такая штука. Значит, он двигает их влево. Просто Rotate двигает их влево. А? Еще раз. Нет, нет, нет. То есть, там лежали какие-то, это был, допустим, вектор. И там лежали один, два, три, четыре, пять. Соответственно, результатом будет два, три, четыре, пять, один. И немножко не о том. Они все возвращают влево или нет? Они ничего не возвращают? Ммм. Я не отпустил. Они ничего не возвращают. То есть, это действующий алгоритм. Есть замечательный алгоритм Shuffle. Очень он мне нравится. Он появился с 2011 года стандартно. Вот. Он требует по-моему, произвольных итераторов, произвольного итератора. Сейчас я взгляну. Random Access итератор. То есть, тот итератор, который тут требуется, он обязательно должен быть итератором произвольного доступа. Понятно? То есть, вот такой итератор требуется. Ит один, соответственно, ит два, ну, в смысле, начало, конец. И, по-моему, все. Да, на начало и на конец. А, еще есть тут G. Это стандартное распределение, используемое для источника случайности. Забавно. Забавно. Может быть, его можно не указывать? Тут написано, что тут нужно еще пихнуть стандартное распределение, которое будет использовано для источника случайности, чтобы перемешивать. Не знаю, в каком формате это нужно уже вычитывать. Но смысл в том, что, если вам понравилась функция shuffle в питоне, да, то вот стандартный алгоритм C++, он тоже присутствует. Только единственное, что для этого нужно использовать контейнер, у которого итератор произвольного доступа. А из стандартных такой один... Нет, ну, на самом деле есть еще один. Но один стандартный пристандартный, который вы знаете, вектор. У вектора итератор произвольного доступа, то есть итератор, который можно перескакивать вперед-назад произвольный, на любое количество клеток за одно первое. Ясно? Ну, или прибавлять к итератору число. Вот. Значит, теперь давайте пробежимся до конца уже оставшимся типом. Значит, оставшиеся типы это сортит... Сейчас, секундочку. А партишнс, да, то есть это у нас я бы называл словом срезы. Значит, сейчас, секундочку. разбить диапазон на два партишнс. А, это немножко другое. Партишн, он разбивает их на два списка. На два списка. Не, не будем сейчас вникать в них. Вот есть партишнс, но их давайте пропустим. Есть сортирующие алгоритмы. Ну, соответственно, на какой из них первый? Это сорт. Сорт, он потребляет что? А.begin, А.r и компаратор. А вот дальше интересный момент. А что должен компаратор собственно получать? Опять же, это функция, которую мы должны туда засовывать? Что она должна получать? Эта функция должна приводить экземпляр этого класса к, два экземпляра класса, к булу. Ну, то есть, типичная функция, которая туда может быть вставлена, она вот такая. бул комп, ну, давайте, комп, бул, комп, int x, запятая, int y, и она возвращает, возвращает, x меньше y. то есть, вот такая типовая, типовой компаратор. Соответственно, левый меньше, чем правый, должно быть правдой, иначе сортировка отсортирует вам все по убыванию, а не по возрастанию. Вот, ну, и еще, для того, чтобы осуществить эту сортировку, эти итераторы, забыл скобки поставить, эти оба итератора тоже должны быть итераторами произвольного доступа. То есть, здесь завязана, здесь заложена сортировка QR, быстрая, рекуррентная сортировка, она требует произвольного доступа. И она сортирует контейнер на месте, не создает копии контейнера, сортирует его прямо там. Так, что еще? Так, секундочку. Что еще? Есть бинарный поиск реализован. Бинарный поиск. Причем, помните, как я вам рассказывал его на питоне? Я вам рассказывал не то, что вот, вот функция, которая возвращает адрес найденного, а я говорил lower bound, upper bound. Помните? Верхняя граница, нижняя граница. Ну, потому что элементы у меня, они могут повторяться, могут быть одинаковые элементы в отсортированном списке, да? Вот, соответственно, бинарный поиск, он работает уже в отсортированных. Уже в отсортированных, и естественно, что там должен быть итератор произвольного доступа. Да, но, соответственно, она так и называется upper bound и lower bound. Lower bound и upper bound. так, теперь, сейчас, одну секундочку, ну, там все просто, два итератора и значения, то есть, как для find'а, так и для этих товарищей также завязывается. Значит, теперь, сейчас, вот это теперь по поводу описания функции, давайте вот сюда лучше, вот здесь, вот здесь, описание, описание функции прямо в коде. давайте конкретный пример. Конкретный пример. Ну, например, а, да, кстати, кроме вектора есть еще один тип, он появился с 2011 года, это array. Array отличается от вектора тем, что у него сразу заложен его размер. То есть, он не является динамическим, он не имеет возможности дополняться, вот так, вот, он сразу берет память, но за счет того, что нет нет дополнительных локаций памяти, диалокаций, реалокаций, он работает быстро. Вот, вот давайте с вами сделаем следующий примерчик. Значит, несколькие библиотек. Первая библиотека, которая нам понадобится, это, собственно, array для массива. Вторая, это библиотека, собственно, алгоритм. в принципе, EOS 3 можно подключить, но я его не буду подключать, его все умеете подключать. Итак, мы делаем using name space std, чтобы не писать везде. И, благодаря этому, пишем array содержащий целые числа размером 8. Здесь у array сразу прописывается его размер. Вот, ну и назовем его мерку. Сразу зададим начальные его значения. Начиная с, опять же, 2011 года появилась возможность задавать начальные значения, контейнерным классом. Это не совсем тривиальный синтаксис, но теперь он доступен, можно просто прямо при инициализации написать, чему он равен, и туда какие-то числа написать. 3, 5, 5, 7, 9, 16, 12, здесь не нужно возрастания, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Вот, что я спрашиваю. Например, если у меня их, дальше, открываю скобку, all of, все из, дальше, пишу откуда докуда, фу, begin, от начала до фу, end, до конца, а дальше, собственно, функцию. Вот. Ну и раньше, до, там, 99-го года стандартную функцию нужно было писать отдельно и на нее ссылаться, или, там, функтор и на него ссылаться. Теперь мы можем сделать следующим образом. Значит, так, сейчас, минутку. пустые квадратные скобки. Дальше. Пишем параметр с его типом и именем. Inti. То есть, у меня там лежат inti, соответственно, функция должна будет получать одно целое число. И, что она будет делать и возвращать? Она возвращает какое-то условие. Ну, например, четность элемента. И, процент 2. Если я брошу это прямо так, то я могу сильно не переживать, потому что она у меня не обязательно должна возвращать. Bull и int являются приводимыми типами. Поэтому не очень страшно, если она вернет мне единичку, если он нечетный. То есть, это, во сути, проверка на нечетный. Если нечетный, то 1, процент 2 является единичкой, то есть истинной. Все, что не ноль, все истинно. Понятно? То есть, это проверка на нечетность, по сути. Так, на этом я закрываю фигурную скобку и закрываю круглую скобку вот эту. Закрываю круглую скобку вот эту. И, да, не очень-то короткая конструкция, но, тем не менее, она пишется, по крайней мере, в одну строчку. Не требуется отдельных описаний. И она на месте. Видно, что происходит. Так. Все из трамп-трамп. И что делается с ними? Да? Что сравнивается? Можно, пожалуйста, еще раз про вот этот синтексис? Честно сказать, я учился, когда я язык у C++, этого всего еще не было. Это называется лямбда-функция. То есть, функция, описанная на месте. Плюсах она так выглядит. Плюсах она выглядит так. В питоне используется ключевое слово лямбда, оно немножко облегчает восприятие этого процесса. Про лямбда-функции мне нужно готовиться отдельно, чтобы рассказать. Поэтому я могу показать, что с алгоритмами лямбда-функции именно с алгоритмами становятся крайне удобными. То есть, мы сразу пишем алгоритм, сразу им просто пользуемся, и вместо того, чтобы здесь у меня был целый цикл, в котором я бегу, завожу булевскую переменду, сравниваю это, сразу в одной строке я записываю, что, собственно, происходит. и если это так, то я печатаю, что все являются нечетными. Сял, пол, а, отбр. Понятно? Ну, у меня при данных числах он этого не напишет. Ну что, поехали. Нам осталось поговорить про мэп. Осталось поговорить про мэп. Если вы полюбили слова... Нет, там... Если вы полюбили в питоне словари, за скорость работы, за удобство, за то, что они являются ассоциативным массивом, то в АББ их определенно не хватает в языке Си и Си плюс Плюс. Но в языке Си они так и придется тосковать. А в языке Си плюс Плюс есть целых две реализации. Одна реализация работает и ищет элемент по ключу за время логарифма в основании 2Т, организованная при помощи бинарного деревопоиска точно так же, как Сет. То есть, это красно-черное дерево с балансировкой внутри. Вот. И оно содержит упорядоченный по ключам список пар. Понятно? Ну, точнее, лукавство есть. Не список пар. Да, то есть, он упорядочен как дерево бинарное. но всегда можно пробежаться по нему при помощи итератора и добывать пары ключ-значений. Я вам не так давно рассказывал про простейший контейнер из двух элементов Pair. Помните, когда про шаблон вон там, на той доске это было? Да? Вот парочка из двух значений. И более того, есть стандартная функция MakePair, сделать парочку, которая является шаблонной, и она возвращает пару соответствующего типа. Ее удобно, потому что функции инстанцируются автоматически с нужными типами. Поэтому MakePair будет удобнее, чем отдельно вызывать конструктор пары, указывать конструктор какой пары, задавать ему значения, я там делал не буду. Вот. Второй вид этих второй вид словаря, да, вот, кстати, словаря вот такого упорядоченного в питоне по умолчанию нету. Его надо копать, может быть, где-то глубоко в коллекциях это дело есть или появилось, но я вот так вот сходу не знаю реализации в питоне упорядоченного словаря по плечам. Там он сделан на основе хэш-таблицы. Дикт это хэш-таблица, хэш-таблица, которая зарабатывает за от единицы и счет элементов, но они там перепутаны, как есть. В C++ есть два варианта, значит, что это ассоциативные массивы, и из них мэп, мэп, карта или соответствие и анордеред мэп. Она появилась в 2011 году, но это уже пять лет. Анордеред мэп, это уже надо считать полным стандартом, оно везде доступно. Вот. Как работать с мэпом? Итак, первое, это в нее нужно научиться вставлять. В нее надо научиться создать очень плохо. Давайте я сразу расскажу, как работать. Ну, естественно, что include map, это понятно. Как для всех контейнеров, мы должны подключить библиотеку с соответствующим именем. Как я создаю? Я говорю, мэп инстанцированная с. Дальше упоминаю любые два типа, но первый из них должен подразумевать упорядочивая мостик. То есть, то же самое, что для сэп. То есть, они должны быть сравнимы, объекты этого типа должны быть сравнимы друг с другом при помощи сравнения, больше-меньше равных. Ну, например, вот в этом примере здесь написан чар и им. То есть, символу какому-то соответствует целое число. Ну, или какое название. Давайте назовем его дикт. Так будет, греть нашу душу. Слово дикт не является зарезервированным. Можно использовать для... Что дальше? Вставляем дикт. Инсерт. Дикт. Инсерт. Поскольку структура данных автоупорядочена, да, то есть, как и множество, она нельзя нам командовать, куда вставлять, она сама разберется, где адекватное место. То есть, здесь мы не указываем, как у списка итератор, куда. Мы тупо говорим, что. Что хранится в мэп? Пары, ключ и значения. Значит, нам нужно туда дать контейнер pair. Значит, я могу вариант, как написать? Я могу написать std двойточие pair, инстанцированный с char и int pair, char, int, и ему туда сунуть конкретные два числа в конструктор. Но я еще раз говорю, я воспользуюсь такой функцией, которая возвращает make pair и дам ей конкретный char, например, a соответствует 100. Ну, например. Вот. Так, ну, что еще? Что еще? Про вставки пока хватит. следующий вариант. А, да, ну, у пары всегда можно брать first, second значение. Неинтересно. Для чего нужна make? Она нужна для использования find. У нее собственный find, как у лист, у списка динамического std list. Собственный сорт, потому что он не является стандартным. Вот если у меня вектор или array, то его надо сортировать как раз вот тем сортом, который из библиотеки алгоритм. Универсальный. Быстрая сортировка эхуар. То для листа там пузырьковая сортировка, да, и она реализована через метод. Вот точно так же у словаря. Вот я допустим добавил одну туда. Давайте кстати рядышком, чтобы вы понимали точно, что отправляет туда make pair, я раскрою. Давайте еще один элемент добавим. dict.insert pair, но я не буду из писать. Пара из char запятая int и я к этому типу вызываю конструктор, то есть сюда вернется временный объект этого типа, типа пара char int и в который я добавляю например b 200. Символ b будет это 200. Ну естественно make pair выглядит чуть-чуть покороче и красивее, правда? Лишь бы крылками. Итак, что я хочу сделать? Я хочу поискать в этой карте, в этом соответствии словаре. Для этого мне понадобится итератор, потому что иначе я не смогу сейчас объем тут почему итератор не объемный? А, объемный. Значит, мне надо сделать итератор соответствующего типа. Поэтому я говорю map chart int два двоеточия итератор назову его буковкой ну давайте и и теперь я собственно запускаю поиск. Я разобью на две строки. и равно dict это мое название моей map там моего соответствия dict find а дальше ключик допустим я ему дал буковку c естественно он ее не найдет но буковку b он найдет а найдет причем найдет ее быстро не так как в списке а за лейт по основанию два тер я что хочу сказать для order map там та же вся фигня все то же самое абсолютно так же только order подчеркивание map и все так я не буду для нее писать и там ключи могут быть несравнимые там ключи могут быть несравнимые да но для них должна быть определена хэш функция то есть нужно или ее там третьим параметром задавать в конструкторе какую хэш функцию использовать или для стандартных типов она будет определена вот а так вот dict точка file что он вернет если не нашел значит он если не нашел вернет итератор на конец то есть если у меня и равно равно dict точка end то есть итератор на конец этого списка то seal не нашли что еще можно делать с мэпом с ним так же как и с любым другим контейнером можно бегать от начала к концу но что нам особенно было любо дорого в словарях в питоне квадратный скоб правда именно квадратные скобки когда мы можем вместо вот этого вот вот такого вот брать и писать dict для c равно ну давайте 300 напишем красота вот это была красота в питоне и она есть здесь для мэпа я могу доступаться к элементу вот таким вот образом то есть я могу туда записать значение для определенного ключа изменить значение для определенного ключа или добыть значение для определенного ключа вопрос что будет если я попытаюсь сделать сиаут и вытащить из своего словаря из своей мэп вытащить оттуда какое-то значение которого там нет А? А какая? Киага. А? Какое хорошее. Сейчас скажу, как называется. Кстати, есть отдельный метод, который соответствует квадратным скобкам. Называется add. Можно так, можно так. Если его нет, в этом случае возвращается строгая гарантия. Если бросается exception, то изменений из контейнера не происходит. То есть он гарантирует, что если было исключение, то состояние словаря исходное. Так. Где же... Слушайте, не вижу. Не вижу. Не вижу. К сожалению, не вижу. Не могу сказать. Но должно быть исключение. По логике просто должно быть исключение. Что еще есть для нее? Есть удаление элемента. Arrays по ключу. Есть size. Естественно, можно узнать сколько мне элементов. То есть я могу распечатать дикт.size, например. Дикт точка size. Без всяких параметров вызываю и узнаю сколько в нем элементов. Вот. Есть еще lower bound, upper bound, но как они для него работают я, к сожалению, не могу сказать. Это я сказать не могу. Так. Ну вот, собственно, это почти все, что я сегодня хотел рассказать. Сейчас я выгляну, что осталось. Осталось вам рассказать про... Значит, я сейчас не буду рассказать про контейнеры, адаптеры, умные указатели. Я не успею вам рассказать. А вот что точно вам надо рассказать, это про typedef. Вот, допустим, у меня случилась вот такая вот ситуация, что мне этот map.char.int приходится использовать многократно в своем тексте. Как мне быть, если мне не хочется каждый раз писать вот эту вот нуля. Я могу сделать перед текстом, вот сюда, после людов, но перед main, вот сюда. Сделать вот такую штуку, typedef. Я вам рассказывал про них? А? Typedef. Дальше мы пишем любой тип, который хотим. Ну, например, вот этот вот. map.char.int Кстати, этим фактом уже мы запрашиваем инстанцирование. То есть, я говорю полное название типа, а здесь говорю его синоним. Давайте назовем его словом dict. То есть, я буду называть словариком-диктом map.char.int Понятно? Таким образом, я смогу в дальнейшем в тексте программы использовать его коротко. dict. dict. Это не то, чтобы прям новый тип. Это синоним типа. Синоним типа. Но это бывает крайне удобно, особенно с шаблонными классами. То есть, если у вас возникает какой-то шаблон использования контейнера или какого-то шаблонного класса, шаблонного типа, который вы хотите называть каким-то стандартным именем, то вы можете сделать это при помощи typedef. Это вам напрямую на лабе понадобится, потому что лаба сегодня по шаблону. Там нужно брать и сделать typedef с определенными. там у вас будет примерно typedef. Дальше димку с определенными числами. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0. Ну, условно. И здесь какое-нибудь наименование. Понятно? То есть, логика в том, что теперь вы сможете использовать вот эту штуку как синоним всей этой сложной штукой. Ясно? А еще, на всякий случай всем скажу это замечание, работа требует внимательного прочтения. Она не очень большая, но она не простая. Нужно внимательно-внимательно прочитывать и думать о том, как устроены шаблоны. Так что, если у вас есть вопросы по шаблонам, лучше сейчас спросить. Чтоб они было. А? Чтоб они было в прошлый раз. А, хороший вопрос. Смотрите запись видеолекции. Я их выкладываю по-прежнему. Еще вопросы? Есть еще операторы, которые, ну, позволяют создавать синонимы для чего-либо? Вроде define есть. Define это совсем, да, это текстовый припроцессор. Это макро-подстановка. Их не рекомендуют использовать в современном C++, насколько только возможно. То есть, из того, что требует припроцессора и неизбежно требует, это, я бы сказал, это объективный ключ, от который слишком трудно отказаться. А define считаются, ну, все равно в реальном коде они есть. И эти гарды, header-гарды, да, которые защищают заголовочный файл от повторного включения, но некоторые говорят, что иногда прагмованс не работает, некоторые говорят, что наоборот, именно так лучше. Сложно сказать, это уже нужно быть на острие ножа, чтобы точно сказать, вот так или нет. Но вот общая тенденция к тому, что макросы желательно не использовать, насколько только возможно. И везде, где возможно, заменять их шаблонами. Потому что именно шаблоны позволяют проверять программу на этапе компиляции. Понятно? Вот, ну на это, наверное, все. Еще вопросы есть? Да. Подождите, и вставайте еще. Еще раз. Ну, отъединиться? Да. Подождите, и вставайте еще. Еще раз. Еще раз. ... ... ... Скажем так, можно сделать так, можно сделать unordered map, а рядом сделать map. И они оба содержат указатели, то есть их value это указатель, например, на другой. И когда вы обрабатываете unordered map, то есть вы ищите и мгновенно находите... То есть можно сделать хэш-таблицу, указывающую на дерево, но... Извращение какое-то? А? Это какое-то извращение? Да, это некоторое извращение, но при желании, возможно. Правда, добавление нового элемента все равно потребует добавления в дерево, а значит от логариф в основании 2,5, то есть это не будет добавление ни с той скошки. Понятно? Все, спасибо.